Знаете, не люблю говорить стереотипами, но факты говорят сами за себя. Шоу-бизнес во всех его проявлениях очень суровое поле, в котором с течением времени люди по большей части думают только о себе. В нем практически нет места искренности, отчего вдвойне приятно наблюдать за настоящими и теплыми взаимоотношениями некоторых звезд. Будь то любовные отношения или крепкая дружба, тандем Джареда Подолеки и Дженсона Экклза из сериала «Сверхъестественное» яркий тому пример. С течением времени братья на экране стали братьями в жизни. Джей и олицетворяли искреннюю дружбу и казалось, что конфликта у этих двоих и быть не может. Ну а последние события повергли в шок без исключения весь фандом «Сверхов». Как ни странно, всему виной продолжение шоу в виде нового сериала-приквела о молодости Джона и Мэри Винчестера, в котором Дженсон Экклз выступает в качестве продюсера. Сегодня вы узнаете истинную причину конфликта ребят, как он разрешается, что об этом думают фанаты сериала, а также являются ли разногласия Джареда и Дженсона лишь легким пиаром нового сериала. Пришло время расставить все по своим местам, так как споры на эту тему не утихают до сих пор. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Итак, начнем по порядку. 25 июня Дженсон Экклз, его жена Дэниел и руководство телеканала CW анонсировали воскрешение «Сверхов» в виде нового сериала-приквела, который вернет нас в 70-е годы прошлого века, расскажет историю любви Джона и Мэри Винчестеров, а также их борьбу с монстрами. Новый проект имеет рабочее название «Винчестеры». Продюсерские кресла заняли Дженсон Экклз и его супруга Дэниел. Ко всему прочему, Экклз будет принимать непосредственное участие в Винчестерах в роли закадрового рассказчика. Кто бы что ни говорил, но объективно новость занятная. Ко всему прочему, еще раз вернуться в сеттинг «Сверхов» и посмотреть на мучительные попытки сценаристов сделать что-то оригинальное действительно дорогого стоит. С выходом этой новости фондом «Сверхов» задался очевидным вопросом. А где, собственно, Джаред Подолеки и какую роль в новом проекте выделили ему? Как оказалось, никакую. По непонятным на данный момент причинам, Сэм не появится в Винчестерах. Ладно, это очень странно, но наверняка это будет хоть как-то обусловлено сюжетом, пусть и в меру нелогично. Сами же разногласия актеров кроются в том, что Джаред узнал о новом проекте, как и все мы. Не через дружеский звонок от Дженсона, а через мать его твиттер. Разумеется, реакция Подолеки не заставила себя долго ждать. Чувак, рад за тебя. Хотел бы я узнать об этом как-то иначе, а не через твиттер. Мне не терпится посмотреть на новый проект, но я расстроен тем, что Сэм Винчестер не примет в этом никакого участия. Этого не может быть. Просто не может быть. Да вы просто вдумайтесь в саму абсурдность этой ситуации. Джаред такая же часть сериала, как и Дженсон. Он также посвятил супернатуралам 15 лет своей жизни. И даже вносил личные коррективы в диалоги и сюжетные линии своего персонажа. По итогу, семейство Экклзов и руководство Сидаба просто клали на все заслуги Подолеки в сверхах и на этичную сторону данной ситуации. Масло в огонь подливает и тот факт, что целых 16 лет Джареда и Дженсона связывает настоящая крепкая дружба. Актеры были близки не только на съемочной площадке. Настолько близки, что купили домики в одном городе, дружат целыми семьями, а также поддерживают друг друга во всех начинаниях. Разумеется, многие фанаты сериала просто не поверили, что подобного рода недосказанности в принципе могут быть у людей, которых связывает настоящая дружба. Один из пользователей твиттера написал следующее. Это должно быть какая-то плохая шутка. Привет, Джаред и Дженсон. Господа, мы здесь с ума сходим. На что Джаред ответил. Нет, это не шутка. Я впервые об этом слышу и я в шоке. После данного ответа фандом окончательно убедился в том, что это не долбанная шутка, а суровая реальность. К слову, старина Миша Коллинз также не был в курсе о том, что Экклс и компания собираются реанимировать сверхъестественное. В свойственной манере актер забавно отреагировал на эту новость. Кажется, это новое шоу только выиграло бы от ангела в плаще путешествующего во времени. Просто так говорю. Миша, конечно же, попытался сгладить углы назревающего конфликта, но было поздно. Активность фанатов сериала сыграла злую шутку для обоих актеров. Дружбу Джефф поставили под вопросом, Дженсона стали упрекать волчности, бестактности и проявлении неуважения к своему лучшему другу. Мол, свою любимую женушку в продюсерское кресло пропихнуло человека, который является такой же частью сериала, как и он сам даже не просветил о своих наполеоновских планах. Прилетело и Джареду за якобы выставление на показ данного вопроса, а не его решение через личный звонок. Также актера упрекали в излишней эмоциональности и раздувании из мухи слона. Знаете, я ненавижу конфликты и разногласия. Я не люблю принимать чью-либо сторону, предпочитаю оставаться в нейтралитете. Но в данном вопросе все-таки я солидарен с Джаредом и упреки в его сторону считаю неправомерными. Каждый его твит максимально сдержан. Он не переходил на оскорбление и в том, что этот вопрос в какой-то степени решался публично, я тоже ничего плохого не вижу. Данная ситуация вполне позволяет делать Джареду то, что он сделал. Мое мнение разделило большая часть фандома сверхов, от чего негатива Дженсену досталось больше. В какой-то момент это начало перерастать в полноценную травлю, в результате чего Джареду пришлось писать очередной твит. Привет, мир! Спасибо тебе за любовь! Пожалуйста, пожалуйста, не присылайте никакой ненависти или угроз. Я очень сильно заботюсь обо всех, кто в этом замешан, и был бы по-настоящему несчастен, если кому-то из них причинят вред или будут угрожать. А через некоторое время последовало то, что стоило сделать в самом начале. Речь, конечно же, о личном разговоре Джеев по телефону. Его итоги актеры публично осветили все в том же твиттере. Мы с Дженсеном отлично поговорили, как это часто бывает, и сейчас все хорошо. Шоу находится в самом начале пути. Впереди еще много миль. Мы вместе проехали много дорог, и иногда на этих чертовых дорогах встречаются ухабы. Удары нас не останавливают. Братья однажды, братья навсегда. Написал Джаред Подолеки. «Люблю тебя, Джаред. Скучаю по нашим беседам. Я забыл, сколько времени мы всегда проводили вместе, и я скучаю по этому. Я знаю, что ты занят, как и я, но ты все еще мой брат. Скучаю по тебе, приятель». Написал Дженсен Экклс. «Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя». После этих слов фанаты наконец-то выдохнули с облегчением. Правда, ситуация такого рода между дружными актерами произошла впервые, отчего верные фанаты стали додумывать причинно-следственные связи. Почему все-таки Дженсен не сказал Джареду о новом сериале? Почему не выбил ему удобное кресло сопродюсера или хотя бы коротенькое камео? Одна из самых распространенных теорий фанатов гласит, что мы наблюдали в Твиттере всего-навсего черный пиар и привлечение внимания к новому сериалу. Выдвигать такие предположения феерично глупо, как минимум потому, что ни Джей, ни сами сверхи никогда не занимались черным пиаром. При этом буквально разрушает свою же крепкую дружбу в глазах общественности. Зачем делать черный пиар, если данный проект в любом случае заинтересует самый активный фандом среди сериалов? Наиболее убедительные мысли по поводу сложившейся ситуации, это то, что Джаред уже занят на седабе в сериале «Уокер», исполняя там главную роль. Сериал, кстати, продлили на второй сезон. Ну а Дженсен, в свою очередь, не сообщал лучшему другу о своем новом проекте из-за контрактных условий, которые нарушить стоит очень дорого. Но есть и предположения о том, что Экл все-таки рассказал под Олеги о дальнейшей судьбе супернатуралов, но для пущей убедительности Джареду пришлось подыграть в твиттере. В любом случае, думаю, в ближайшее время мы все узнаем наверняка через какое-нибудь интервью с актерами. Сейчас же нам стоит радоваться, что ребята уладили ситуацию и они по-прежнему ценят свои близкие и дружеские отношения. А на сегодня, пожалуй, все, друзья. Надеюсь, мне удалось внести ясность в данное событие и вы проинформированы в полной мере. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, кто прав, кто виноват и закончились ли разногласия на этой ноте. Будет очень интересно почитать. Также не забывайте, что палец вверх и подписка на канал максимально помогут продвижению данного контента. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»